Здравствуйте! Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Сегодня подводим итоги уходящего политического года и поговорим об этом с Юрием Николаевичем Мастяевым, историком, политологом, доцентом кафедры всеобщей истории международных отношений Рязанского госуниверситета имени Сергея Есенина. Здравствуйте, Юрий Николаевич! Добрый день! Начнем с самого важного. Вот на ваш взгляд, какое событие в политической жизни Рязани и области можно отнести к топу один? Вот на ваш взгляд. Ну, на мой взгляд, это события, связанные с отставкой Грекова. Вице-губернатора. Да, потому что вопрос стоял о том, что он играл очень серьезную роль, имел серьезное влияние здесь и на администрацию области, и на городскую администрацию. И, соответственно, его отставка, она, на мой взгляд, должна была укрепить позиции действующего губернатора в плане концентрации больше власти в своих руках и, соответственно, уменьшение влияния так называемых ростовских в Рязани и области. И насколько это удалось сделать? Ну, вопрос неоднозначный. С одной стороны, мы видим, что действительно губернатор и возглавил Единую Россию здесь, и, соответственно, стал принимать больше решений именно сам и так далее. С другой стороны, хвост от грековских, он до сих пор остается. То есть, сразу избавиться от всех его отставников – это очень сложно, и тем более, что все-таки есть проблемы кадровых вопросов, не только у нас в области, а везде. Соответственно, потихоньку, я думаю, что процесс идет. О нем мы поговорим чуть позже. Давайте все-таки возьмем такое общероссийское событие – это выборы в Государственную Думу. Что-то удивило вас в этой компании? Ну, я уже в том возрасте, когда молчу, можно удивляться в этой жизни. Ну, хотя бывают события. Но здесь ничего удивительного я не увидел. Увидел несколько вещей, которые так можно было обсудить, но так прям что-то такого сверхнеобычного нет. Явка в 48% насколько она… Ну, она была вполне ожидаема. Да, ожидаема. Потому что всегда на федеральном уровне у нас явка выше, чем на региональных. Соответственно, если прошлые выборы у нас были в областной Думе, там где-то 32,5%, то здесь ясно было, что будет больше. Тем более, что прилагались и очень серьезные усилия по повышению явки и тому подобное. Но при этом есть усталость от выборов, потому что в том году у нас были многозначительные выборы по, скажем так, поправкам в Конституции, потом областные выборы. Люди немножко все-таки устают, когда каждый год какие-то серьезные выборы. Ну, и есть некая политическая апатия, политическая усталость. Поэтому я считаю, что явка, она так вполне нормальная. Сокращение числа депутатов Госдумы от Рязанской области сильно повлияет на позиции области? Да я не думаю. Потому что значение сокращения не произошло. Мы решились, может быть, Шерина из таких серьезных фигур. Ну, опять же, проблема возникает в том, что даже если он вошел в этот состав, то мы видим, что там ЛДПР значительно предела. Поэтому если посмотреть, то, конечно, одно из таких вот, опять неудивительных, но интересных событий, это было то, что эти выборы, ну, скажем так, ЛДПР, на мой взгляд, провалило. Потому что значительно ослабило свои позиции. То есть, если она там шла, соревнуясь с КПРФ за второе-треть место, то тут, например, явные отступления. Поэтому даже и здесь он бы навряд ли мог что-то много сделать. Ну, конечно, это неприятно. Но, с другой стороны, я считаю, что нам удалось сохранить Макарова как представителя региональной группы, в том числе, куда вошла по мне Рязанская область, Нижегородская и по-моему Чувашии. И, соответственно, если вы посмотрите, то в прошлый созыв, думаю, он очень много сделал лоббиры интереса Рязанской области. И он мог реально влиять на финансовые потоки. Так как возглавляет, наверное, ключевой комитет в Государственной Думе по бюджету и налогам, который контролирует все финансовые потоки. Ну, мы видим, даже наглядно, да, там, строительство БСМП закончилось. И, в общем-то, почти две трети денег – это были федеральные деньги, во многом привлеченные с помощью Макарова. Опять же, достраивается и оборудуется онкологический диспансер, о котором много-много лет говорилось. Тоже, в общем-то, во многом с помощью привлеченных им денег и так далее. Там САСУ. Мне показывали сейчас фотографии практически готовы первые, а давно то, что разговор там обводная вокруг и так далее. И деньги на строительство дорог и там подобное. Ну, он обещал продолжать помогать Рязанской области, хотя, насколько я слышал, что он там сейчас и Нижегородская область пытается тоже так потянуть. Но есть такая вещь, что там такие влиятельные депутаты, они обычно там идут от одной группы, потом от другой, для того, чтобы помогать таким регионам поднимать свой статус, рейтинг и, соответственно, свои ресурсы. Поэтому, я думаю, что то, что Ширин не в Государственной Думе, ну, конечно, чем больше наших депутатов, которые имеют возможность там подать свой голос в защиту Рязанской области, тем лучше. Но, с другой стороны, может быть, он займется больше здесь сейчас на региональном уровне парт-организации ЛДПР, потому что в ней есть некоторые проблемы. Вот, возможно, они будут решены. Несколько дней назад у вас составился клуб политологов заседания, да? О чем говорили и какие темы поднимались? Мы обсуждали различные темы, в том числе не только чисто политического характера, но и того, что происходит социально-экономической ситуации в области и там подобные. Но много вопросов было длино о проблеме образования, потому что на себя инициативу взял в этом деле Андрей Иванович Минаев, ректор Рязанского государственного депутата имени Сенина. У него там было много животрепещущих вопросов. Ну, действительно, проблема образования в области вызывает серьезную тревогу, потому что и вот Анна Николаевна Раслякова, которая была, потому что губернатор, к сожалению, задержался, не смог прибыть из-за того, что задержали госсовет заседания. Вот она тоже отмечала, чтобы вызывать проблему, например, и уровень образования, потому что показатели того же самой сдачи ЕГЭ по области достаточно низкие по сравнению со средними по стране. Ну, и было обещано, что состоится отдельное заседание ректоров рязанских вузов с губернатором, где они эти вопросы обсудят более детально. Соответственно, был поднят вопрос о коронавирусе и о мерах, которые принимаются для борьбы с ним. Ну, я там провел небольшое исследование среди студентов, и там тоже вот эти данные были озвучены. Какие проблемы, в первую очередь, они видят для области в этом году. Ну, соответственно, много было у них посвящено коронавирусу, причем, на мой взгляд, что меня немножко удивило. Многие студенты, которые, я так считал, они более-таки радикальны, более свободолюбивы, наоборот, признали, что можно было бы ужесточить разные меры. Что-то, например, ввели, там QR-коды при посвящении торговых центров, но при этом, например, в маршрутках заходят все, кто может, на остановках стоят, тоже все коммунделения без масок, без всего и так далее. Поэтому где-то мы там, например, контролируем, а где-то эти процессы не контролируем. Хорошо, давайте поговорим о скандалах, которые, можно сказать, преследовали рязанскую политику. И особняком, наверное, стоит история с приходом и уходом вице-губернатора Михаила Синьева. Ну, вот, знаете, да, что на днях прошла очередная конференция Владимира Владимировича Путина. Я там ждал, ждал, ждал и, к счастью, не дождался. Потому что, если посмотреть последние годы, когда проходила конференция, то Рязанской области постоянно попадала очень так жестко в федеральную повестку дня. Помните, то там это были проблемы детской площадки, которая была как раз поднята. И вот один из скандалов – это вот то, что недавно был вынесен приговор трем основным людям, которые проходили по этому делу, и все они получили, ну, достаточного взгляда, серьезные сроки, там, в районе четырех лет, плюс-минус. Кто-то там три с небольшим, кто-то четыре с чем-то и так далее. Дальше, помните, был скандал с дикой уткой, который до сих пор так до конца не урешен, потому что суд до конца не решил, что это такое и так далее. Работы приостановлены, но в правовом плане до сих пор не придено. Озеро это, водоем искусный или еще что-то и так далее. Отсюда решение принять до конца невозможно. Ну, и помните, как раз в прошлом году это вот было начало, было до того начала скандала по греку, когда-то я беременна, вышла и говорит, надо наградить, и привлекли их все внимание. Возможно, если бы внимание привлекли, то греков бы еще продолжал находиться. С Семеновым, ну, вы знаете, я думаю, что для большинства он прошел как бы так тихо, этот скандал. Объясню почему. Почему? Потому что, ну, скажем так, Семенов появился на нашем политическом поле ненадолго. И отсюда серьезного какого-то изменения, серьезного влияния оказать на политическую ситуацию в регионе, он, на мой взгляд, не успел. Потому что, ну, помните, пробыл так что-то месяц небольшой. Да. Отсюда была фигура неизвестная в наших политических кругах, да. Соответственно, так вот он там по делам Абхазии, там бы делал еще так. То есть, был человек так, ну, достаточно высокого статуса ранга. Но, опять же, чтобы появиться здесь, чтобы пока более-менее ознакомиться с ситуацией, опять же, понять, какие существуют тут политические силы, с кем, что и как, нужно какое-то время. Только это время более-менее начало проходить, как он попал, ну, то, что близко к сейчас современному Рашкин-гейту, да. Тоже, в общем-то, мужчин всех призываю, будьте аккуратнее с охотой. Вы видите, как-то в этом году для многих несчастливые ситуации. Один поехал охотиться с группой своих товарищей и попался за браконьерство. Ну, и Рашкин, что было более резонансное дело, потому что, наверное, фигура тоже была такая более публичная, чем наш Семенов. Поэтому я не вижу, что там, например... То есть, большим потрясением не стало? Не стало, потому что, еще говорю, что он, условно говоря, здесь не получил влияние, не получил там группы поддержек серьезных. Там, опять же, на мой взгляд, не успел начать влиять на расклад политических сил. Хотя, тоже я бы так не стал это дело скидывать, потому что оно не закончилось. И оно до сих пор такое не очень приятное для нашей власти, потому что Семенов подал в суд. Идет вообще тренд не только там на запрос Новорагов, а больше, наверное, тренд на усиление вертикали власти, на централизацию. Отсюда контроль страны оттуда, через таких вот высоковоставленных бывших чиновников федерального уровня. И в этом тренде укладываются еще некоторые политические события. Но они имеют не только региональный, а и федеральный масштаб. Но, естественно, очень будет серьезно влиять и на региональный. Это то, что, условно, получило название «законно-публичная власть». И, соответственно, то, что сейчас там рассматривается вопрос о реформе местного совмправления. Ну, вот эти вопросы мы так немножко подняли на клуб политологов, но тоже пока еще ситуация не ясна до конца, особенно со вторым. И поэтому тоже вот этот вопрос перенесли на встречу с губернатором. Как он оценивает, что это дает, потому что по-хорошему, наверное, это направлено на усиление властных подномочий губернатора, в том числе и на региональном, и на местном уровне, но с другой стороны повышения их ответственности перед федеральным центром. И, соответственно, перекладная часть ответственности федерального центра на местную и региональную власть. Что мы видели на примере этого самого ковида. Если посмотреть, то там федеральная власть, но поступила достаточно так для себя хитро, переложив окончательное принятие решений по ковиду и мерам против ковида на региональную власть. Соответственно, всегда есть возможность таким образом, если все хорошо, то вот мы поручили все нормально, мы контролировали. Если что-то плохо, ну а мы тут при чем? Вот региональные власти не справились. Так что это, я думаю, была первая такая попытка. Как раз вот проверить действие вот этих законов, условно говоря, так, на практике. Давайте поговорим о следующем годе. Что год грядущий нам готовит? Главное событие вот на вскидку – это выборы губернаторов. Ну, из политически главных для региона, конечно, это выборы губернаторов. Насколько регион готов? Какие посылы вы видите на смену, на, может быть, какой-то появился крупный игрок на политическом поле, который может составить конкуренцию? Ну, пока я не вижу крупных игроков, которые бы открыто заявили о своих претензиях на губернаторство. Хотя, в общем-то, пора бы уже проявляться. Потому что считается так, что нормальная подготовка к выборам – год в среднем. Конечно, тут зависит многое о степени раскрутки, о финансовой возможности. Но считается, год – это вот норм. Пока уже год начался, скажем так, условно, предвыборный. Но пока таких вот серьезных заявлений нет. Но я думаю, что это связано будет с тем, что Николай Викторович окончательно, как обещали, в январе скажет свое мнение о своих планах. Ну, вроде как, вот еще на клубе политологов тоже нам было сказано, что официально где-то в январе надо, скорее всего, ждать заявление. Он должен еще подумать, поговорить. Ну, потому что, если посмотреть, то вы видите, область находится где-то в середине по всем показателям среди других регионов. Это означает, что у нас не все так хорошо. Ну, это тоже вполне понятно, что там тягаться с какими-то регионами, которые являются донорами. Там ХМАУ, Московская область, Москва, Питер и так далее. Мы не можем, у нас нет такой ресурсной базы. У нас не все так плохо. Есть вот запрос, в том числе и относительно губернаторства, что нам нужен свой человек, а не варях и так далее. Но я всегда пытаюсь объяснить, что еще, говорю, всегда тут есть свои плюсы, свои минусы. Потому что, когда мы выбираем из своих, то часто это человек, который, ну, опять же, связан с какими-то определенными финансами, кругами и так далее. Поэтому, насколько он будет свободен, а не сколько он будет там действовать в рамках интересов тех или иных финансовых или там региональных политических элит, это вопрос, да. Плохо это или хорошо? Конечно, не очень хорошо, да. Поэтому у пресс-молваряга таких, как бы, скажем так, нет. Ограничений в деятельности страны он не должен выполнять. Но, собственно, это вызывает проблемы, там, насколько можно интегрировать свои действия с этими группами, насколько найти с ними общий язык, там, найти балансированность их интересов и там подобное. Поэтому всегда плюс-минус они есть, но, к сожалению, у нас большинство людей либо видит одни плюсы, либо видит одни минусы. Не пытаются анализировать, что ситуация сложная, нужно учитывать все факторы и там подобное. Поэтому тут с губернаторским выбором может пройти все спокойно тихо, а может что-то и взорваться, если кто-то там заявит свой интерес. Но я не думаю, что наша область очень серьезно интересна каким-то там федеральным серьезным группам. Спасибо вам за участие в программе, Юрий Николаевич. Я напоминаю, у нас в гостях был Юрий Николаевич Мастяев, историк-политолог, доцент кафедры всеобщей истории международных отношений Рязанского госуниверситета имени Сергея Есенина. Говорили мы о политических итогах года. Оставайтесь с нами, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин